Когда это был еще геолого-разведочный техникум, на дворе была середина 70-х, по этим коридорам ходил будущий писатель Виктор Ремезов. Правда, звали его тогда просто Витя, учителя ставили ему в том числе и тройки, и никто даже не мог предположить, что за партой сидит пусть и не Толстой с Достоевским, но все-таки очень одаренный молодой человек. Мы, конечно, не думали, что из него вырастет писатель, потому как тогда приходили учиться после восьмого класса, то есть он был еще совсем мальчишкой. Геодезист в тайге, учитель русского языка и литературы, журналист. Виктор Ремезов начал писать рассказы еще 30 лет назад, но значения этому не придавал. «Воле вольное» его первый роман, хотя с темой он определился уже давно. Виктор Ремезов пишет о тумане и о запахе тайги. Лиственницы облетали над плесами. Желтые буроватые хвоинки быстрыми легкими волчками вертелись в звенящем воздухе и вдруг застывали над прозрачной гладью. Самая приятная стояла погодка. Минус небольшой. По ночам до десяти опускалась. По утрам песчаные берега стояли коловые. Шлось, как по асфальту. Но не все так радужно и спокойно. «Воле вольное» не о таежных красотах. Это книга о нашей жизни. Порой неприглядной и грязной, но все равно привычной и родной. Книга с замахом на всю нашу необустроенную жизнь. Варье во власти принуждает народ жить по-воровски, а потом с него жизнь спрашивает. Давно в современной литературе не было таких книг. Давно читатель не окунался в таежную романтику и сопряженные с ней трудности. Браво автору! Потрясающая, пронзительная книга. О нашей стране, как она есть сейчас, не всем понравится. «Воле вольное» Виктора Ремезова победителем не стала, но в шорт-лист одной из самых престижных литературных премий «Большая книга» все же вошла. А это значит, что почитать роман стоит, хотя бы для того, чтобы иметь о нем собственное мнение. Но найти произведение нашего земляка можно в сети магазинов «Моя книга». Продолжение следует...